Дорогие друзья, всем вам доброе утро! Сегодня мы учим Тору Лелюнишмат Хайот Дмикре, Эдуард Аронов, Бен Ишуод Дмиткар Яшура, Руах Ашем Тенехену Баганеден Вехенера Атсамон Варамен. Как мы знаем, есть книга, которую все люди читают. Эта книга называется Тейлин. Когда у человека кто-то болеет в семье, или если у человека есть какие-то проблемы, или просто он хочет молиться Богу, люди читают книгу, которая называется Тейлим. Книгу Тейлим написали не только Давид Амелех, Давид Амелех это все собрал, но книгу Тейлим написали 10 человек. Если вы откроете Гмарам Асехан Бабабатра, страница 15, там перечислены имена этих десятерых людей. Самый первый это, да, Маришон, первый человек на свете, также Моша Рабену, трое сыновей Короха и еще другие люди. Все они сказали кое-что в жизни, и потом Давид Амелех это своим пророчеством уловил, и это написал в книгу Тейлим. Книга Тейлим, она имеет 150 глав, и самая длинная глава, это глава 119, там есть 176 предложений. И это глава Тейлим, глава 119, почему именно там 176 предложений? У нас на еврите в алфавите сколько букв есть? Еврейский алфавит содержит 22 буквы, буква Алиф самая первая, буква Тав самая последняя. На самом деле там 27 букв, потому что у нас есть еще 5 конечных букв, Мем Софиит, Кав Софиит. Но мы говорим насчет 22 главные буквы, и Давид Амелех, вот эту главу Тейлим, 119 глава, каждую букву он начинает хвалить Бога, 8 предложений Алиф, Ашрейта мима дарих, А, да, потом 8 букв Б, А, Б, В у нас на русском есть алфавит, Ламдиль на еврите тоже Алиф бет, Давид Амелех, каждую букву он 8 раз, когда написал предложение, каждую букву он по 8 раз, написал хвалебные вещи для Бога. Самая длинная глава книга Тейлим, это глава 119. Как переводится это слово Тейлим? Слово Тейлим на еврите переводится в восхваление, когда вы кого-то хвалите, человек сделал добро, вы говорите, какой хороший ты, какой ты добрый, какой ты молодец. Слово Тейлим переводится в хвалебная книга, книга восхваления Бога. Но в этой книге Давид Амелех, царь Давид, не только Бога хвалит, он также там говорит Богу свои проблемы, что у меня есть очень много врагов, они меня окружают, они меня не оставляют в покое, пожалуйста, Бог, помоги мне. В книге Тейлим не только Давид Амелех Бога хвалит, а он много раз что там делает? Он жалуется как бы на Богу, что у него есть очень много проблем, и эти проблемы не дают ему покоя. Книга Тейлим, как она начинается? Вот, например, человек пишет книгу. Когда-нибудь в жизни вы книгу от начала до конца прочитывали или нет? Как эта книга называется? Которую вы от начала до конца взяли и прочитали. Есть такие книги? Сколько таких книг у вас здесь? Когда человек читает книгу, много раз люди начинают книгу читать, и они ее до конца не читают. Бывает такое или нет? Сколько процентов людей книгу читают от начала до конца? Вот книга, которую я держу, она содержит 800 с чем-то страниц. И это еще какой том? Это еще четвертый том. Есть много-много книг. Кто читает книгу от начала до конца? С первой страницы до последней. Есть такие люди, которые, да, есть большинство людей, которые начинают, потом они не заканчивают. Когда человек пишет книгу, он главные вещи пишет в начале или в середине, или в конце? Обычно много людей главные вещи пишут в начале. Почему? Потому что начало книги люди обычно читают. Теперь Давид Амелех пишет книгу Тейлим. Тейлим переводится книга восхваления Бога. Вы открываете книгу Тейлим. Первая страница, первая глава. Если эта книга значит, что я Бога должен восхвалять, как она должна начинаться? Хвалите Бога, халлилуйя, халлилуйя. Есть такое слово на еврейском. Халлилуйя. Вы слышали такое слово? Христиане тоже это слово используют. Они у нас это взяли. Халлилуйя переводится восхваляйте Бога. Если вы скажете, халлилуйя, не дай Бог, это означает, материтесь на Бога, не дай Бог. Оскверняйте Бога, если вы скажете, халлилуйя. А надо как правильно сказать? Халлилуйя. How are you? Hey. Поэтому одна буква может все испортить. Иногда человек Богу молится, наоборот, он не болится Богу, а наоборот, он Бога, не дай Бог, хулит. Успокойте его там, пожалуйста. Поэтому, когда человек читает Тейли, он должен правильно выговаривать слова. Потому что, если вы неправильно выговариваете слова, вы наоборот, Бог на вас зло еще. Теперь, если вы откроете книгу Тейли, много раз женщины у меня спрашивают, можно ли мне читать Тейли в пятницу вечером. У человека кто-то умер, семь дней нельзя изучать Тору, когда у человека кто-то умер. Если у вас умер кто-то, нельзя вам семь дней читать Сефар Торо. Нельзя вам изучать Тору. И люди у меня спрашивают, у них умер отец, скончался брат, и он каждый день читает Тейли. Он говорит, в течение семи дней траура, я могу читать Тейли или нет? Это считается изучением Тору или нет? Есть много-много вопросов. Можно ли читать Тейли ночью? Итак, это очень и очень большая тема, мы постепенно будем отвечать на все эти вопросы. Значит, когда человек начинает читать книгу Тейли, книга Тейли начинается какими словами? Счастлив тот человек, который с грешниками никогда не сидит, не разговаривает и не стоит. Он от грешников далеко. Есть люди, которые хорошие, а есть люди, которые считаются грешники. Грешник себя плохим считает или нет? Никакой грешник себя плохим не считает. Он думает, что он добрый и он хороший. В Союзе у нас был такой фильм, Робин Гуд, да, был такой фильм. Как он делал? Он у всех людей брал и давал бедным. И думал, я митсву делаю. У них ничего не потеряется, они даже не почувствуют эти богатички, что у них кое-что отобрали. Он думал, что он делает добро, а по Торе это нельзя. Если человек миллионера ограбил, у миллионера там миллиард долларов, он у этого миллионера взял миллион долларов и дал бедным, это не считается митсва. Это называется митсва Хаба Бавира. Давид Амелих говорит, я начинаю мою книгу Таилим, первое предложение, ты должен убегать от плохих людей. Если у вас в синагоге есть человек, который с вами разговаривает во время молитвы, отвлекает вас, вы должны встать и сесть в другом месте, где никто там вам мешать не будет. Потому что этот человек вас заводит в грех. Вы думаете, он меня уважает, он мне все говорит, свои секреты, он мне говорит новости, он мне приносит пользу. Если этот человек вас от Бога отталкивает, отдаляет, вы должны быстро оттуда уйти. Потому что Давид Амелих говорит, счастлив тот человек. Сегодня, если мы скажем в Америке, какой счастливый человек? Счастливый человек, это у кого красивая жена, у кого громадный дворец, еще есть дача, еще в других штатах у него есть 5-6 домов, у него дети все образованные, лаера, доктора, 100 миллионов там банки, у него есть запас. О, вот ему повезло в жизни. Он самый счастливый человек. Здоровый, уважение, почет. Давид Амелих говорит, он может быть самый несчастный человек, потому что у него много грехов. Он смотрит на женщин, он грехи делает, жена мигу не ходит, лезвием бреет лицо, потом он считается грешник. У него много денег, но на том свете он не знает, какие наказания его там ожидают. Говорит Давид Амелих, счастлив тот человек, не тот, кто имеет много денег, а тот человек, который с грешниками не дружит. Если у вас друзья, которые говорят, зачем тебе к несу ходить, что это вам даст, только надо донейшн давать, время тянете, не надо к несу ходить, он вас от Бога отдаляет, сразу вы должны знать, что от этого человека надо постепенно, постепенно, а лучше сразу, порвать отношения, потому что он вас от Бога отдаляет. Поэтому Давид Амелих начинает свою книгу Тейлим, халлелуя, он написал в самом конце, восхваляйте Бога, халлелуя, в самом последней главе. Но самая первая глава, как начинается? Счастлив тот человек, который не пошел по советам грешников. Иногда человек может иметь галстук, иногда он может быть интеллигентный, он статный, всегда красиво, нарядно надевается, все его уважают, всегда он в первом месте сидит, но по Торе он считается грешник. А иногда человек может быть лохматый, никто его не признает, никто его не приглашает, они говорят, что мы будем его уважать, кто он вообще такой? А зато Бог его любит больше, чем 100 миллионеров вместе. Поэтому Давид Амелих говорит, перед тем, как вы будете Бога восхвалять, первое то, что вы должны знать, что вы должны от грешников отдалиться. Когда Якова вину был в животе матери, он один был или близнец был с ним? Когда Ривка была беременная, правильно? Сколько у нее детей было в животе? Яков и Эсав. У нас написано в Талмузе, когда человек находится в животе мамы, ангел его обучает Торе. И теперь, когда Ривка, она проходила через Ешиву, там была Ешива, Шем и Эвер, они оба держали Ешиву, Яков пытался выйти в животе матери, а он хочет Ешиве учиться. А когда она проходила через места идолопоклонников, индузы идолопоклонничают, Эсав хотел выйти идолопоклонничать. И вопрос, который задается, она потом поняла, что это двое разных детей, она думала, что это один ребенок, потом ей сказали, что у тебя на самом деле там двое детей. Вопрос, почему Яков хотел выйти в синагогу пойти, ведь там ангел тебя обучает Торе? Почему ты хочешь выйти в синагогу пойти? Ты же с ангелом Тору учишь, лучше этого что-нибудь бывает. Говорят наши мудрецы, если даже ангел тебя обучает Торе, но у тебя рядом сидит грешник, это Тора ни копейки не считается. Поэтому Яков говорит, я должен выйти, я не хочу быть возле моего брата грешника, поэтому даже если у вас обучает Торе ангел, но если ваш сосед плохой, когда человек дом покупает, он спросит, ну-ка, сколько этот дом стоит? Мы бухарские евреи, мы любим большие дома, мы не хотим курятники, мы хотим, чтобы нам было просторно, и когда мы читаем Хадиш, вот вы читаете, Рома, как Хадиш, вы сейчас постепенно учитесь, как говорит Хадиш, еще быстрее, быстрее сейчас читаете, когда вы читаете Хадиш, вы говорите, Хадиш, вы говорите, дай нам здоровье, долголетие, насыщенность, и мы бухарские евреи кричим одно слово, Варевах, вы слышали это слово? Как это слово переводится, вы сейчас знаете? На еврейском В означает И, и здоровье, и долголетие, и это, и это нам дай, Варевах, В, Хацала, да, В, Услиха, В, Хапар, У тоже и переводится, Если это гласное, то тогда, если это согласное, понимаете, есть разница. Теперь, когда вы говорите слово ревах, на еврейском слово ревах имеет два перевода. Ревах означает простор, чтобы вам было просторно, вы сидите в синагоге, вам тесно или нет? Кто-то вас давит? Вы на скамейке сидите? Нет, вы сидите на стуле, и все нормально. Но если кто-то вот так будет сидеть, вас толкать будет, вам будет проблема, правильно? Вы хотите, чтобы вам было просторно. Мы, бухарские евреи, хотим, чтобы нам было просторно. В ревах также переводится заработки. Когда человек приобретает дом, первый вопрос не должен быть, сколько это дом, 40 на 100 или 60 на 120, сколько прапорта так, сколько здесь зона, сколько можно высота строить. Первый вопрос должен быть, здесь ешива есть рядом или нет? Канесо здесь можно ходить, или 20 майлов надо на машине в Шаббат ехать, в другие штаты. Первый вопрос должен вот это быть. Здесь евреи живут, или черные, кругом со всех сторон, музыки включают, Гошо Хармишу, некошерные шашлыки делают. Давид Амелех начинает свою книгу Тейли. Счастлив тот человек, который не сидит с грешниками, и даже не стоит с грешниками. Вы идете на свадьбу, Шмоксбард нам дают. Люди там сидят, а иногда негде сидеть, вы стоя кушаете. И вы кушаете, и там грешники. Барахон не говорят, голову не покрывают, женщина здесь открыта, там открыта. Грешники. Нельзя там стоять, надо быстро отсюда уйти. Поэтому Давид Амелех говорит, написано в книге Исот Вашореша Авода, каждый человек должен знать, что Давид Амелех не просто написал книгу Тейли. Он все то, что Бог ему ставил в мозгах, Руаха Кодыш называется, Он видит будущее. Это Он написал Руаха Кодыш. И поэтому все то, что в книге Тейли написано, каждая буква, это все имеет миллионы, миллионы секретов, которые мы с вами еще даже не знаем. Поэтому, когда человек пишет какие-то стихи, он пишет стихи про папу, про маму, эти стихи ни копейки не стоят. Никакое значение они не имеют. Но лавдил элеф альфиаф далов, не дай Бог, чтобы не странивать Тейлим со стихами простого человека. Давид Амелех, когда написал Тейлим, там есть миллионы, миллионы секретов, которых мы не знаем. И сколько бы вы ни учили эти секреты, они никогда не кончаются. Давид Амелех, хибер, сэфер Тейлим, хамиша сфарим, книгет хамиша хумше Тора. Пять книг в книге Тейлим, параллельно пять книг Торы. Что внутри книги Тейлим есть тоже много-много секретов Торы. Когда вы читаете Тейлим, это тоже считается, что вы изучаете Тору. Тейлим, гадла маалатам, уквар муари алюзулай, ба сэфер йосефи, тейлот асав, иштаор кама маалот, то вот не имру басамбелему Тейлим. Если вы откроете книгу Йосеф Тейлот, то там написано, какое важное значение имеет, когда человек читает книгу Тейлим. Есть люди, которые не читают Тейлим. Я тоже, я вам скажу правду, я много Тейлим не читаю, но человек, он должен обязательно в течение дня найти немножко, пять-десять минут, пятнадцать минут хотя бы, чтобы он читал книгу Тейлим. Вы знаете, семьдесят лет тому назад был в Израиле большой рабай, его звали Хазон Ищ. Он написал очень и очень много глубоких книг. Хазон Ищ, он тот самый рабай, который говорит, что на суку нельзя гвозди забивать. Когда мы в Союзе строили шалаш, мы гвозди там не забивали, помните? Мы там или завязывали, или мы делали так, чтобы одна доска входила в другую. Я не знаю, как это называется, но ни в коем случае мы не забивали гвозди в суку, потому что Хазон Ищ говорить нельзя. Это большой спор, можно или нет. Много рабаев говорят да, некоторые говорят нет, но Хазон Ищ, он был большой рабай. И однажды Хазон Ищ пошел к доктору, он говорит, у меня что-то проблема, у меня сердце побаливает, живот болит, я не знаю, у него какая-то проблема была со здоровьем. И доктор говорит, ты должен полчаса, час, каждый день ходить по свежему воздуху. Ты должен ходить по улице, потому что тебе нужно надышаться хорошим воздухом, тебе надо побольше ходить. И Хазон Ищ, что он делал? Он шел по улице, и он думал глубокие темы Торы, что много раз он даже забывал, что он прошел мимо своего дома и находил себя в каких-то непонятных переулках. он очнулся, когда он видит, куда я пришел, но он до такой степени глубоко думал, что он много раз даже терял дорогу, потому что он очень и очень глубоко думал, когда ходил, он не думал про женщин, не смотрел на, куда не надо смотреть, он думал насчет глубокие темы Торы. Вообще в то время не было много нескромных женщин, люди скромно одевали, на улице не было много людей. И один пожилой человек, он видит, что этот какой-то, он не знал, что это большой рабай Хазон Ич, Хазон Ич еще не был пожилой, он был еще немножко молодым сравнительно. Этот пожилой человек, он видит, что этот человек всегда каждый день туда-сюда ходит, он говорит, эй, ты бездельник, что ты туда-сюда ходишь, время тянешь? Я бы на этом месте читал бы те или, чем время тянуть. Каждый день ты проходишь, туда идешь, туда идешь. На Буханском это как называется, когда человек туда-сюда ходит? Дойду. Дойду означает, туда идет, туда идет, как финтиклюшка, туда и сюда идет. И этот пожилой человек не знает, что это большой рабай, что он сейчас по назначению врача должен много ходить по улице каждый день один час, и он не знает, что Хазон Ич, он глубоко думает, он не просто ходит по улице. И он говорит ему, эй, бездельник, что ты ходишь туда-сюда? Я бы на этом месте бы читал те или им, чем туда-сюда ходить бы. Если ты не можешь глубоко учить Тору, хотя бы те или им читай. Если человек не может глубокие вещи изучать, мы ему советуем что читать? Хотя бы побольше читай те или им, хотя бы молись Богу те или им читай. Хазон Ич ему ничего не говорит. Окей, окей, говорит. И таким образом каждый раз, вот так старик, когда его видел, в окно окличал, эй, ты бездельник, туда-сюда ходишь. Но наступил один день, что этому старику нужна была помощь. Никто ему не мог помочь. Ему сказали, ты должен пойти к какому-то большому рабаю, чтобы рабай дал совет и тебе дал дуо. Он говорит, какой рабай я могу пойти? Ему говорят, есть один там рабай, хоть даже он младше тебя, но он миллион раз умнее, чем ты, и 50 тысяч людей, как ты. Вот тебе адрес, иди к нему, и он тебе может помочь. А этот старик не знает, кому он должен пойти. Этому самому, Хазон Ишу, которому он каждый день кричит. А Хазон Ишу на лбу не написано было, что это он. Он стучится, и как только Хазон Ишу открыл твои двери, старик увидел, что это вы, это вы, рабай Авраам Ишая Карлиц? Да, говорит, это я. И он стал извиняться, извините, я не знал, что это вы, извините, я кричал на вас много раз с окна, я говорил, что вы бездельник, он говорит, нет, нет, я вам благодарен, почему с того дня я начал каждый день по 15-20 минут в день Таилин читать. Это от Бога мне был знак, что не только ты должен гамара изучать, не только ты должен глубокие вещи изучать, ты немножко Таилин должен тоже читать. Я благодаря вашему совету каждый день с того дня по 20 минут читаю Таилин. Я вам благодарен, что вы мне дали толчок на это. До такой степени Хазон Иш такой был большой рабай, который отвечал на самые сложные вопросы. Откройте его книгу красного цвета, вот такие толстые книги, вот столько книг он написал, много-много книг. Вот такой он был большой рабай. И он отвечал на глубокие вопросы, глубокие темы, что многие люди даже не поймут, что он там пишет. Только большие раба могут понять, что он там пишет. Вы должны уже гамара знать наизу, что понять, что он там пишет. И то он говорит этому старику, спасибо вам большое, что благодаря вашему совету я каждый день уделяю время на что? На чтение Тейлима. Поэтому человеку нельзя пренебрегать Тейлимом. Нельзя говорить, Тейлим это для пожилых людей, которые не могут учить Тору, пусть они Тейлим читают, мы будем гамара изучать, глубокие вещи. Нельзя пренебрегать. На еврейском как говорят слово ракета? Тиль. Тиль на еврейском переводится ракета. Тиль. А если это много ракет? Пять ракет, пятьдесят ракет, как переводится? Тилим. Тилим. Если это много, значит, надо заканчиваться им. Сефер, сфарим, хахам, хахамим. И иногда заканчивается от. Шулхан, шулханот. Мудрые женщины, хахамот. Или заканчивается от, или заканчивается им, если это много. И поэтому, когда Саддам Хусейн на Израиль бросал ракеты в девяносто первом году, говорили рабаи, тихилим, негет тилим. Читайте тилим, и это противостоит любым ракетам. И на самом деле, когда Саддам Хусейн и Махшимо бросил на Израиль тридцать девять ракет, он на самом деле бросил сколько ракет? Больше. И одна вот эта ракета, сороковая, попала куда? Если не ошибаюсь, Саудовскую Аравию и убила очень много людей. А тридцать девять ракет, только один человек от испуга умер. Поэтому тилим, он очень сильно помогает, чтобы остановить бедствие и несчастье и дать человеку руфошлемо. Много людей говорят, а какой мне тилим читать? Там сто пятьдесят глав есть. Как часто я должен читать? Есть люди, которые заканчивают тилим, в неделю раз они все читают. Они разделяют тилим на семь частей, каждый день они одну седьмую часть тилим читают. Сто пятьдесят делить на семь сколько будет? Примерно двадцать чем-то будет, да? Двадцать, один, двадцать два. Вот, они примерно в среднем читают двадцать, двадцать две главы тилим, и за одну неделю они полностью ее заканчивают. Некоторые читают тилим за один месяц. Там написано двадцать пятого числа месяца, двадцать шестого числа еврейского месяца, третьего числа, они читают один раз в месяц и все заканчивают. А есть такие люди, которые тилим читают за один день полностью все читают? А люди меня спрашивают, если кто-то болеет, что надо читать? Любой тилим можно читать и это любой помогает. Но особенно помогает глава двадцать два. Это глава, которую сказала Эстер, когда входила к Ахашверушу. Эли, эли лама завтани, Бог мой, Бог мой, почему ты меня бросил на производство судьбы, как бы? Пожалуйста, не оставляй меня. А также глава девяносто первая. Глава девяносто первая Тейлим, Йошев, Басетер, Элеон, это помогает избавиться от дьяволов. Нечистые силы. Когда человек умирает, мы читаем именно эту главу. Горские евреи, когда они провожают человека в последний путь, у них есть Минхак. Знаете, какой Минхак? Допустим, что человек прожил сорок пять лет, молодой мужчина умер, они читают сорок шестую главу Тейли. Если человек прожил девяносто пять лет, они читают какую главу? Девяносто шестую. Вот сколько лет человек прожил, следующий, вот на какой год жизни он умер? Он прожил шестьдесят семь и пять дней, скажем, они шестьдесят, он на шестьдесят восьмом году умер, правильно? Шестьдесят семь полностью? Вот только начал шестьдесят восемь жить? Или он прожил шестьдесят семь и пять месяцев? Он уже на шестьдесят восьмой прошел уже. Вот они шестьдесят восьмой глава читают. Вот такое у них обычае, у горских евреев. У нас такой обычае нет. Итак, рабай Йосеф Хаим Азулаев в своей книге Йосеф Тейлиот очень и очень много пишет. Если человек изучает книгу Тейли, Бог про него пишет, как будто бы он изучает Нагаим Ва Ахолот. Что это означает? У нашей Тора, она очень большая. В ней есть много-много разных тем. Как надо уважать родителей, одна тема. Как надо завязывать филин, другая тема. Как надо одевать цитит, как надо заплетать цитит. Если цитит порвался, можно его одевать, или уже он не кошерный. В каком случае чуть-чуть порвался, не страшно, а если есть миллион-миллион тем у нас. Как надо резать корову, как надо ходить в микву, как миква должна выглядеть. В колесо можно забивать гвозди или нет? Есть законы. Можно гвоздь забить в колесо, вы хотите шляпу повесить туда. Есть много-много тем. А какая самая тяжелая тема? Кто знает? В Торе самые тяжелые темы, которые очень тяжело понять. Какая? Как резать корову, это легко или нет? Вы должны знать, какие вены можно трогать, какие вены нельзя, какие вены можно кушать, какие нельзя, сколько надо жир убрать, чарбук, что можно оставить, что нет, дихьои. Миллионы-миллионы есть там законов. Сложные, но это говорит, ничего не считается, nothing, по сравнению, по закону, нагаим ва-ахолот. Что такое нагаим ва-ахолот? Сегодня, если человек про кого-то лошон рассказал, он утром получает кожную проказу или нет? Человек встал и говорит, вот этот человек, он вор, он нехороший, негодяй, и он правду сказал, он не обманывает, он сказал правду, и все равно нельзя. Утром он вставал, в давние времена, когда человек про кого-то плохие вещи говорил, сразу Бог его наказывал. У него на руке или на ноге, или на лице, у него образовалось то, что называется на бухарском пес. Но это не пес, это совсем другая вещь. Это как экзема, это как псориаз, вот эти кожные заболевания есть, но сегодня таких кожных заболеваний нет, это совсем другое. Это на еврейце называется нега, кожаная проказа. И этот человек, который получил кожную проказу, он должен был к кому обращаться? Кожный доктор ему помог или нет? Сегодня, когда у человека есть кожные заболевания, он идет к доктору, доктор берет лупу, он у тебя говорит, это экзема, я тебе дам крем, помажешь, посмотришь, если через неделю не поможет, я тебе дам другой крем. Он ему дает крем, он мажет, чесотка уходит, он говорит, лучше становится. Экзема у него постепенно уходит, хотя экзема сто процентов невозможно вылечить, просто можете немножко его успокоить, чесотку и так далее. Но, когда человек раньше получал кожную проказу, он раньше не ходил к кожному врачу, он ходил к кому? Коэн Гадоль. И Коэн Гадоль говорит, вспомни, ты про кого-то вчера, после вчера, недели назад ничего плохого не говорил, он говорит, да, я про своего двоюродного брата сказал, что он вор, но он вор на самом деле. Не имеешь права это говорить. Предупредить? И это законно, когда можно говорить, когда нельзя, есть много законов. Продолжение следует...